Добрый вечер! Время новостей на канале ТНТ Тула. О самых главных событиях города и региона сегодня расскажем мы в студии Светланы Динброва. И Алексей Шершнёк. Смотрите сегодня в выпуске. Добро пожаловать в ФСБ. В Тульской области проходят дни образовательных организаций службы безопасности. Виват или история продолжается. Автобладельцы пытаются вернуть деньги из автосервиса, название которого не знают. Правительство Тульской области не будет выплачивать центральной пригородной пассажирской компании долг. Руководство акционерного общества настаивало на том, что фирма понесла убытки в 73,5 миллиона рублей за проезд туляков в пригородных поездах в 2012 году. Решение о том, что претензии не имеет под собой оснований, арбитражный суд Центрального округа вынес еще в декабре прошлого года. И все это время железнодорожная компания пыталась оспорить постановления в различных инстанциях. В итоге Верховный суд отказался рассматривать кассационные жалобы. Напомним, причиной финансового конфликта стал отказ правительства региона повышать тарифы на проезд в пригородных поездах до уровня, который предлагали в пассажирской компании. Последняя сочла, что понесла из-за этого убытки. Клиент всегда неправ. Таков принцип работы одного из тульских автосервисов. Люди месяцами ждут запчасти, которые заказали и оплатили. И бывают случаи, когда из ворот автосервиса машины выезжают в худшем состоянии, чем когда сюда приезжали. Мы уже рассказывали о проблемах клиентов фирмы «Виват». Роспотребнадзор, основываясь на жалобах туликов, через суд добился закрытия автосервиса. Но, похоже, финал этой истории не близок. Возвращать деньги за некачественный ремонт или детали, которые автовладельцы так и не дождались, руководство станции техобслуживания отказывается. Тему продолжит Сергей Речиц. Утром деньги, а вечером ничего. Такова, по мнению Игоря Козлова, схема работы тульского автосервиса «Автокомпонент». Он заказал здесь запчасть для своего автомобиля в начале марта. К середине апреля. Ни детали, ни возврата денег. Я начал спрашивать, а когда все-таки? Мне нужны интересные сроки возврата моих денежных средств. На что они ответили? Вы знаете, мы по срокам вам ничего сказать не можем. Вот как будут, так мы сразу отдадим. Таких, как Игорь, обманутых клиентов уже полсотни. Как называется автосервис, в который они обращались, «ВИВАТ» или «Автокомпонент» – понимания у них нет до сих пор. На самом деле там одна семья, которая просто делает учредителями разных людей. Сначала был Меркулов Владимир, потом Меркулова Татьяна Юрьевна. Я посмотрел на открытом официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Долгов у этих людей очень много. В октябре прошлого года обманутые автовладельцы подали заявление в суд. Их удовлетворили. В полиции тоже лежат десятки заявлений от потерпевших. Сразу сказать, через какое-то время однозначно, что там, это очень сложно. Иногда бывает нужно судебное решение, чтобы закрыть какую-то компанию или принять какое-то полное решение. Это достаточно длительный процесс. Проверка проводится. Мы попытались связаться с директором автосервиса, чтобы узнать его мнение о проблеме. Но ни по одному из указанных на сайте телефонов дозвониться так и не удалось. Набранный вами номер временно заблокирован. Если пострадавшим автовладельцам удастся доказать в суде, что ВИВАД и автокомпонент компании-близнецы, то есть шанс вернуть потраченные деньги. Если нет, о компенсации придется забыть. Сергей Речет, Сергей Давыдов. Тульская служба новостей. Сегодня стартовала военно-патриотическая акция Дней образовательных организаций ФСБ России в Тульской области. Главная ее цель – привлечь молодежь для поступления в образовательные организации Федеральной службы безопасности. Одно из крупномасштабных презентационных мероприятий сегодня проходило в Туле, в городском концертном зале. Там были представлены экспозиции образовательных организаций ведомства, демонстрировались видеофильмы и фотопрезентации, образцы вооружения, обмундирования и экипировка спецкого разделения. Выступали вокальные ансамбли пограничных институтов, курсантский хор, группы демонстрации силовых приемов с оружием и силового жонглирования. Почетным гостем мероприятия стал туляк, герой России Руслан Кокшин, подполковник пограничных служб ФСБ. Я знаю, в Тульской области проводится по патриотическому воспитанию, но в общих рамках. Деятельность, направленная на развитие патриотизма в пограничной сфере, это немножко другое. И чтобы люди понимали, чем занимаются пограничные органы, проводятся такие акции. 9 мая на площади Ленина в Туле выступит группа «Ласта Колумба». Именно они стали первыми финалистами проекта Тульской службы новостей по всем фронтам. Впереди еще три музыкальные дуэли, одна из которых идет прямо сейчас. В таких случаях, говорят, они шли нос к носу. Пламя дракона и Ласты Колумба всю неделю по очереди обгоняли друг друга всего на пару голосов. За час до завершения опроса сравнялись. И лишь за 20 минут до стопа рокеры и щекина опередили рэп-коллективы «Стула» и «Воркуты». За Россию, за Родину, за родной огонек. Всего проголосовало более 700 человек. Бурные споры о вкусах в комментариях. И вот она, новая пара участников, которые на этой неделе представили свои работы. Стас Моря и довоенная песня «Служили два товарища». «Служили два товарища» в однем и тем полке. «Служили два товарища» в однем и тем полке. «Пепельный свет» с послевоенной «Бери Шинель». «Опять весна на белом свете». «Бери Шинель, пошли домой». Победитель голосования этой недели выйдет в финал вместе с ластами Колумба и получит право выступить на главном городском концерте 9 мая. Голосование закроется в 18.00 20 апреля. Отдать свой голос можно в группе ТСН-24 ВКонтакте. В предстоящее воскресенье Православная Церковь отметит один из главных праздников – Воскресения Христова. Пасхальные богослужения традиционно будут проходить во всех храмах Тульской области. По предварительной информации, губернатор Алексей Дюмин посетит службу в одном из храмов Дубинского района. Главную службу проведут в Туле в Успенском соборе. В связи с этим ограничат движение транспорта в центре города. В субботу с 16.00 до 18.00 часов нельзя будет проехать по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайской до площади. В более позднее время ограничат движение на улицах Льва Толстого и Темирязева. В воскресенье перекроют движение личного транспорта с 5.00 до 16.30 по улицам Староники и Обороны. Более подробную информацию об этом можно найти на сайте ТСН-24. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Сразу после выпуска новостей смотрите прогноз погоды. Ведущая программа Олеся Сокол поделится с вами самой достоверной информацией. Делитесь своими новостями телефон редакции 25 45 45. Смотрите Твой службы новостей на канале ТНТ в 14 и 19 часов ежедневно по будням. С вами был Алексей Шершнев и Светлана Титброва. Увидимся. А пока реклама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Разбуди свою красоту. Студия красоты ЮНОНА. Телефон 30 93 87. Здравствуйте. Я Сокол Олеся и в эфире прогноз погоды от Тульской службы новостей. 15 апреля день без хлебницы. Обычно к этому периоду заканчивались все зерновые запасы. Чуть позже об этом подробнее, а пока погода в Туле области на ближайшие сутки. В Алексине градусы термометра покажет 0 плюс 6. В городе Ефремове плюс 2 плюс 8. В Белеве плюс 1 плюс 7. В Новомосковске плюс 3 плюс 7. По прогнозам 15 апреля температура в Туле будет колебаться от минус 2 до плюс 7. Облачность с прояснениями. Влажность воздуха 60-75%. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. 15 апреля магнитов кур не будет. Условия комфортные. 15 апреля день без хлебницы. Обычно к этому дню заканчивались все зерновые запасы. Славяне начинали есть хлеб с квасом. А торговцы называли этот день барыш днем и старались провести его весело, чтобы потом весь год получать хорошую прибыль. Также в этот день наблюдали за природными явлениями и старались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы. Если 15 апреля воркуют голуби, то ожидайте тепла. На сегодня у меня вся информация хорошей вам погоды и добрых улыбок. С вами была Олеся Сокол. Увидимся завтра в 19 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин